Теперь, как он сидел в мечети и давал уроки. Во-первых, он давал уроки в мечети пророка Мухаммада в городе Медина. Когда он уже взял достаточно знаний и уже достиг такого уровня ученого, он взял себе место в мечети пророка Мухаммада и не простое место, он взял место, где Омар сидел в свое время и проводил некие советы, совещания. И также на этом месте была постель пророка Мухаммада, когда он делал итикаф, то есть когда он жил в мечети пророка Мухаммада, в своей мечети Мухаммада. Это место было между врауды, в саду рая, который есть в мечети пророка Мухаммада, как сказал посланник Аллаха, то, что находится между моим домом и моим мимбаром, кафедрой. Это рай из садов рая. Имам Мали говорит, не каждому дозволено сидеть в мечети для того, чтобы преподавать хадисы и давать фетвы до тех пор, пока он не посоветуется с учеными и не посоветуется с людьми, которые работают в этой мечети. Он говорит, если разрешат и дадут добро, то тогда уже можно сидеть и давать уроки в мечети. То есть, например, на сегодняшний день в мечети пророка Мухаммада заходишь и также в мечети Аллахарам. Не каждому преподавателю, не каждому шейху дается место, чтобы он давал уроки до тех пор, пока ему не дадут характеристику совет ученых, великие ученые. И он говорит, я, имам Мали, перед тем, как сел и давал уроки в мечети пророка, мне разрешили 70 шейхов. У него был, у имам Малика, очень спокойный урок. И через какое-то время имам Малик заболел. У него была болезнь недержания мочи. И тогда уже он начал давать уроки в своем доме. Но не говорил, что он заболел, только в день смерти сказал своим ученикам, что он, почему он не давал, перестал давать уроки в мечети пророка Мухаммада, он сказал, что у меня было недержание, и я не хотел заходить в мечеть пророку без омовения. Когда он давал уроки дома, тут тоже очень такое нравственное качество мы от него берем, к нему приходили люди. И тогда его помощница выходила и сказала, шейх спрашивает вас. То есть вы хотите, для чего пришли к шейху домой, к Малику. Вы хотите услышать фетвы, то есть ответы на какие-то вопросы или хотите изучить хадисы. Если они говорили, мы хотим фетву, то тогда имам Малик сказал, заходите. И выходил и отвечал им. Но если они сказали, нет, мы ходим хадисы. Он сказал, подождите меня. Заходил в ванну, брал омовения, душился самыми лучшими благовониями, духами, мисками. Одевал новую одежду, завязывал чалму. После этого он выходил, к нему приносили монасты как такую некую сцену, кафедру. После этого он выходил и брал с собой еще мабхара. То есть такой дым, такие благовония. И начинал рассказывать хадисы пророка Мухаммада. То есть как он уважал хадисы пророка Мухаммада. Поэтому Аллах даровал ему такие знания. Я пришел к Малику, и он нам рассказывал хадисы пророка Мухаммада. И Малик начал рассказывать нам хадисы, и вот 16 раз ужалил скриппы. У него поменялся цвет лица. Он пожелтел, но, однако, он не остановился, дальше продолжал. После этого, когда он закончил уже урок, сказал – О, Абдуллах, я тебя сегодня увидел, что-то удивительное. То есть как ты так, как бы, претерпел? Что сказал? Да. Я терпел ради возвеличивания, ради уважения хадиса пророка Мухаммада. Вот так он относился к знаниям. Также имам Малик часто боялся ошибиться в каком-то вопросе. Часто отвечал он – я не знаю ответ на этот вопрос. Также перед тем, как он начинал давать знания, он говорил – это то, что пожелал Аллах. Нету силы и мощи ни у кого, кроме как у Аллаха. Часто он говорил, приводил аят из Корана. То есть это наше мнение, но, однако, мы полностью в нем не уверены. То есть, опять же, хотя он – великий ученый своего времени, и в сегодняшний день тоже, и знания его достоверны, но, однако, такой был у него хущу, богобоязненность и ответственность перед Всевышним Аллахом. Сказано, что к нему один раз пришел из Марокко человек спросить вопрос из Марокко в Медину. Полгода он шел до Медины, чтобы задать ему вопрос. Когда ему задал вопрос, он ему ответил. Он сказал – у меня нету знания в этом вопросе, я не знаю. Тогда он говорит – что мне сказать людям, когда вернусь. То есть они же ждут. И также, у кого тогда, если не у тебя, у кого знания есть? Тогда он сказал – скажи им, как есть. Малик не знает. А знания все – только у Аллаха. Такой вот был имам Малик. Так же сказал – я слышал, как имам Малик сказал. Он говорит – я человек. Говорю правильно и ошибаюсь. То есть я не ангел. Посмотрите на мое мнение. Если мнение соответствует Корану и Сунне, берите. Если противоречит – оставьте. Так же он не любил споры, когда возникали споры среди мусульман. Он часто говорил – если люди спорят в исламе, то через этот спор Аллах забирает свет знаний, которые прячутся в сердцах и рабах Аллаха. И часто, когда люди спорили, он говорил – вы что, говорят, на войне? Оставьте спорт. То есть имам Малик, мы сказали, он был спокойным. И он не любил смут. Он не любил никогда входить в некие смуты. Никогда ни с кем не спорил. То есть он был спокойным человеком. Однако он тоже попал под михна, попал под смуту. То есть имам Ахмад посадили в тюрьму за то, что он говорил в Коране – это речь Аллаха. Абу Ханифу – за то, что он не хотел быть судьей. Умам Малика, если вы сейчас посмотрите, может даже кто-то засмеется и скажет, за что его посадили. Вообще не за что его посадили. Его, знаете, за что посадили. Много версий есть, но самое достоверное то, что он сказал. В 146 году по хиджре его посадили. Во время, опять же, правления Абу Джаффер Мансура, того правителя мусульман, который был в Ираке, который посадил Абу Ханифу. Он сказал, опираясь на хадис пророка Мухаммада, . То есть, если человека заставили развести с супругой, заставили, то этот талак не считается. И так оно и есть. Пророк Мухаммад сказал, если человека заставили, вынуждили что-то сделать, оно это действие не считается. И некоторые люди, которые среди него, которые любят смуту, которые любят фитну, они начали, опираясь на этот хадис, проводить свою аналогию. Говорит, если человека заставили сделать развод с женой, и это не считается, значит тоже наша присяга к Амиру аль-Му'минин, наша присяга к нашему правителю, Абу Джаффер Мансура тоже не действительна, нас тоже заставили. И началась эта фитна. Тогда Джаффер бин Сулейман, правитель города Медины, сказал имам Малик, прекрати говорить этот хадис, оставь этот хадис. То есть имам Малик говорит, как я могу оставить, если он достоверный от пророка Мухаммада . Если это люди сами там свою аналогию провели, я за них не отвечаю, но этот хадис достоверный, не на это указывает, что не нужно делать присягу правителю, а указывает на то, что талак недействителен, талак в это время не считается, развод не считается. И за это его правитель Медины посадил в тюрьму. И его сильно били, до того били, что его руки парализовало. Поэтому иногда вы видите, что имам Малик, хотя это недостоверное мнение. Некоторые вот так вот читают, когда намаз не так ставят руки, а вот так вот ирсаль, вот так вот ставят. Сам имам Малик сказал, что нужно делать кабд, то есть нужно ставить так руки, однако он не мог поднять мискинные руки, то что его руки были парализованы от того, что сильно били за это в тюрьме. Через какое-то время собрались жители Медины, то есть это наши ученые. И попросили, чтобы его выпустили. Его выпустили. Опять же имам Малик был спокойным и не начал впадать в смуту и говорить, что вот вы меня посадили, там скандалист. Нет. Дальше он продолжал также преподавать. И когда Абу-Джа'фр Мансур, это как бы зашло в его сердце, ему стало неловко. Когда он пришел в Мекку для совершения хаджа, попросил, чтобы имам Малик пришел и он с ним встретился. Имам Малик говорит. То есть мне Абу-Джа'фр правитель сказал, чтобы я с ним встретился во время хаджа. И когда он у меня увидел, сказал. Клянусь Аллахом, Господа миров, нету Божества достойного поклонения, кроме Аллаха, я не повелевал, чтобы они тебя посадили. Я даже не знал, что происходило. Я там в Ираке был, это тебя тут в Медине посадили. И дальше он сказал. Жители двух святынь, Мекки и Медины, будут в благе до тех пор, пока ты будешь среди них ученым давать им уроки. То есть как бы он просит некие так прощения. Я не знал, не по моему знанию тебя посадили. После этого он сказал, что я их приведу всех в Ирак, кто над тобой издевались, посажу их и также я их буду наказывать два раза больше. Два раза больше накажу, чем они тебя наказали. Посмотрите. Давайте, во-первых, спросим каждого самого себя, что бы мы ответили. Да, спасибо за поддержку и так далее. Накажи их. Смотрите, Малик, что ответил. Простить тебя, о правитель правоверных Всевышний Аллах, и вознаградить тебя за то, что ты мне предложил, то есть за твоё такое отношение ко мне. Я простил его, то есть простил правителя Медины. Потому что он приближенный к посланнику Аллаха. То есть он мусульманин и он живет в Медине. Он рядом с могилой пророка. И то, что он приближенный к тебе. Тогда он что-то сказал? Абуджа Афар Масур. Пусть Аллах тебя так же простит, как ты их простил. Хотелось бы сделать некую параллель. Мы иногда сталкиваемся с такими людьми, уважаемые братья. Когда ты что-то говоришь, и тот, который любит смуты, любит выдернуть из твоих слов, из контекста что-то, и на этом делать смуту среди людей. Такой пример случился со мной. Перед Рамаданом один из каналов в интернете попросили рассказать чуть-чуть про Рамадан, про имя Махмада мы говорили тоже. И был задан вопрос. Часто, наверное, вы этот вопрос тоже слышите. И мой руководитель, и Шамиль Хазирет, часто на него отвечал. Но еще раз повторим его. Человек, если он не молится еще, намаз не читает, ему нужно поститься или нет? Нужно поститься. Я сказал, что нужно поститься. И привел пример и сказал, сколько людей через пост приходили на намаз. Сколько людей, когда гроб повез на хадж, были среди нас те, которые не молились. Но после хаджа, там они начинали молиться, возвращались, пять раз в день намаз читают, закят платят, мечети строят. То есть нельзя разрушать человеку его благое дело. То есть в Шириате есть такое понимание, перед тем, как что-то разрушить, нужно что-то построить. Человек, например, живет в хрущевке или ты разрушишь его, он будет твоим врагом. Но вначале построим хороший дом. Потом тогда уже разрушь, пожалуйста. Поэтому здесь как бы и потом нужно смотреть. Я помню, когда в Саудовской Аравии учился. Да. Там, конечно, с детства знает Куран, знает Сунну и так далее. И там были такие ситуации. Там в Саудовской Аравии, когда мама писала заявление в суд шариатский на своего сына. Сказала, мой сын перестал молиться. И его вызывали в суд. Не говорили, что он кафир, не говорили, что он неверующий. Они с ним проводили беседу, судились. Потом уже он понял, осознал свою ошибку и опять вернулся на намаз. Поэтому нельзя спешить судить людей. Там пишут, я не смотрел на эти отзывы. Ну, там некоторые братья говорят, посмотри на отзывы. Кто-то говорит, вот вы псевдоимамы, вы делаете так, вы людей заблуждаете. Кто намаз не читает, он кафир и так далее. А то есть есть люди такие, которые, которые говорят, если он говорит, что они мусульмане. А с какой им головой ходить, если он говорит, «Ля иллах, с опущенной, что ли?» Пророк Мухаммад сказал, посланник Аллаха сказал, приводится хадис от Худейфа, то, что придет такое время, когда люди, не будут знать, что такое намаз, не будут знать, что такое закат, что такое пост, что такое обряды исламские, но, однако, они будут говорить слова «Ля иллаха, илла Аллах», и будут говорить, что наши деды говорили, тогда Сыля Тубин Зуфар сказал Худейфа рада Аллаху, не спасет их, и так он повторял, Худейфа рада Аллаху аня сказал, спасет их от огня, спасет это их от огня, спасет это их от огня, человек, этому человеку хочет сказать, приди в мечеть, день побудь здесь, посмотри какие люди приходят, которые человек не знает даже, что такое халяль, что такое харам, но он тянется, чтобы читать намаз, чтобы поститься. Например, что ему сказать, вот он говорит «Я не знаю, не умею читать намаз, инша Аллах, я постепенно научусь, но я хочу поститься». Что сказать «Не постись, ты кафир»? Или человек, который, у меня знакомый, принял ислам в первый день Рамадана, он еще не умеет читать намаз, начал читать пост, что ему нужно сказать «Ты кафир, не постись»? Мы должны призывать людей, не должны разрушать, мы не судьи. «Нас Аллах требует, не требует нас, чтобы разрушать, не требует судить». И потом, уважаемый брат, тот, который пишет такие отзывы «Ты благодаря Аллаха, что ты читаешь намаз, и знай, буду не уставать клясться Всевышним Аллаху, это не твоя заслуга, не поднимай свой нос к солнцу, не будь этого сказать, то, что были, пророк Мухаммад сказал, были общины до общины ислама, были два брата, один был поклоняющимся Аллаху, много молился, а его брат был грешником, не молился, не поминал Аллаха, этот его богобоязненный брат всегда его призывал и сказал «Молись, бойся Аллаха». Он говорит «Я успею, я успею». И на какой-то момент до того, он его как бы много призывал, он сказал «ДААНИ ВАРАББИ, оставь меня с моим Господом». И тогда этот брат его богобоязненный разозлился и сказал «Инна Аллаха ла ягфиру ляк в аля юдхиле кальджанна» «Аллах тебя не простит и не ведет тебя в рай». И тогда в судный день пророк Мухаммад саллаху алейсалам хадис достоверный Абу Гурейра передает, что сказал «Приведут этих двоих». И Аллах субханаму ате аля скажет тому, который был небогобоязненным, был грешником, скажет «Я простил тебя по своей милости, потому что ты вспомнил обо мне, когда сказал «Оставь меня с моим Господом». Аллах мне судя, а ты, богобоязненный, ты возгорзился надо мной, за меня решил, кого Аллах простит, кого нет, за меня решил, кого я веду в рай, а кого введу в ад, его возьмут и выбросят в ад. Поэтому хочется обратиться и сказать, среди нас таких нет, в иншаллах, о брат, о сестра, если ты не спеши судить людей, мы не судьи, Аллах судя всем, призывайте людей к добру, призывайте людей к посту, призывайте людей к закату, призывайте людей к намазу. Один раз у меня был диспус с одним человеком, который два года назад, он полгода как принял ислам и не в то направление пошел, начал судить людей. Он говорит, у меня есть друг, он тоже принял ислам, но еще пока намаз не читает. Я говорю, вот я пока мусульман, а ты пока кафир. Вот начнешь намаза читать, потом будешь кафиром. Я говорю, ты не имеешь права так судить людей. Побойся Аллаху, ему 16 лет всего лишь. Обычно молодые пацаны этим занимаются, пацаны именно я так скажу, потому что они знания не берут, любят раскидываться, такую фитнес, смуту среди мусульман делать. И потом, после этого я говорю, и приводил ему доводы, и хадисы, и аяты, и слова ученых, его не берет. И тут я к нему подошел с точки зрения разума и сказал, хорошо, прочитай мне Сурату-Фатиха. Обычно человек, который вот-вот принял ислам, у меня такое было какое-то понимание примерно, я думаю, что он неправильно сейчас прочитает. И так оно получилось. Он без таджвейда ошибки грубейшие сделал в Сурату-Фатиха. Я ему говорю, ты соглашаешься, потому что пророк сказал нету намаза у того, кто не прочитал Сурату-Фатиха. Он говорит, да, я соглашаюсь, хадис достоверный. Я говорю, Машаллах, отлично. Я говорю, ты сейчас прочитал Сурату-Фатиха неправильно. То есть ты сделал грубые ошибки. Как будто ты ее не прочитал, если ты ее неправильно прочитал. Соглашаешься, согласен, да. Я говорю, сейчас, брат, найдется такой среди нас, который скажет, ты неверующий кафир. Я говорю, почему? Я неверующий. Я говорю, да. Скажет, ты не прочитал Сурату-Фатиха неправильно. По логике, если ты прочитал ее неправильно, ты ее не прочитал. Если не прочитал, значит намаз твой недействительный, ты неверующий. Он задумался такой, говорит, точно. Он говорит, точно говорит, так он может быть, аль-хамдалля, он наставил. К чему это все хотел сказать, братья? Давайте будем добрыми людьми, давайте людей будем призывать к добру, призывать к хорошим делам. Если человек начал, иншаллах, он начал поститься, начнет намаз читать. Да, несомненно, мы не призываем в этих словах, что не читайте намаз, только поститесь. Нет. Но мы живем в государстве, где был коммунизм, где люди не знали, что такое. Даже сейчас люди, я говорю, один день побудьте в мечети, люди не знают элементарных вещей. И когда им объясняешь, они плачут и говорят, мы это не делали не потому, что мы не хотим, а потому, что мы не знаем. Сейчас мы знаем, аль-хамдалля. Нужно призывать, нужно строить, нельзя разрушать. Поэтому дай Аллах, чтобы мы были все такими. Несомненно, человек, если осознанно оставил намаз, то есть это большой грех, это столб ислама, это ключ к раю. Первое, за что нас Аллах спросит, мы всегда об этом говорим, когда мы встанем с могил, за намаз. Аллах говорит в Коране, те люди, которые будут в раю, те, кто будут в аду, будут общаться. И люди, которые будут в раю, скажут, почему вы в аду? Они ответят, мы не были из числа молящихся. Но, однако, мы должны призывать бель-хикма, с мудростью и хорошим увешиванием. Субтитры создавал DimaTorzok